Продолжение следует... Тут очень осторожно придется, потому что задача номер один – это избавиться от плохих долгов. Что такое плохой долг? Ну немножко на опережение. Это когда у вас нет твердой гарантии, что вы его отдадите своевременно, и когда деньги, взятые в кредит, не дают большую отдачу. То есть если у вас бизнес, каждый ваш рубль должен как минимум полтора за год приносить, а лучше два. Из них там 20 копеек вы отдаете за кредит. А если соизмеримая плата за кредит и доход – это самообман, это не бизнес. Поэтому первая задача – это рассчитаться все-таки с долгами и постараться больше в такие кредиты не залезать. О том, как это сделать, у нас будет специальная тема – банковские сделки. Там мы поговорим. Значит, по поводу, как сложный процент может работать против вас. Вы уже, наверное, познакомились в интернете, что такое сложный процент. Вот против вас он может работать, если банк... Вы взяли кредит в банке, а банк начисляет кредиты не на первоначальную сумму, а на всю возрастающую. Вот вы сегодня были должны миллион рублей и 30% годовых платили. Через год вы миллион триста должны. А следующий год уже кредит начисляется 30% не на миллион первоначальный, а на миллион триста. Вот вам сложный процент работает против вас. Еще один вариант, когда сложный процент работает против вас – это у вас деньги лежат в банке, скажем, миллион рублей лежит. Цены растут. Вы его держали на черный день, то есть на питание, на старость копили-копили, на питание, на проезд, на лечение, на коммуналку, а цены растут резко на эти витальные товары и услуги. И что получается? Получается, цены растут. Ваш миллион, он убывает не на 100 тысяч, то есть не на 300 тысяч каждый год, а все время оставшаяся меньше суммы уже она минусуется на 30%. И идет вот эта же самая геометрическая прогрессия, она идет быстрее, чем арифметическая. Ну вот следите за руками. Сейчас эксперимент покажу вам, как это происходит. Вот предположим, вам добавили зарплату на 20%, а потом и цены упали на 20%, но сначала падают цены. Вот чтобы это было нагляднее, я приведу пример более крутой на 50%. Вот смотрите, у вас зарплата повысилась на 50%, была зарплата 10 тысяч, вам повысили на 50%, она стала 15 тысяч. А теперь представьте, что за счет повышения цен на товары, ваш доход упал на 50%, он стал не 10 тысяч, а 5 тысяч. Вам добавили 50%, но вы свои 10 не получаете, вы получаете 7 с половиной. То есть падение работает против вас быстрее, снижение дохода хуже, чем его повышение пропорциональное. Поэтому вот это вот неприятная вещь, когда сложный процент работает против вас. Вот это ответы на вопросы. Если по прошлому вебинару вопросов нет, мы начнем новый, который называется «Почему мы теряем деньги?». Значит, у нас так устроена серия вебинаров, что мы немножечко повторяем предыдущие, чтобы вы лучше усвоили, а потом появляется новая информация. Вот вы, наверное, поняли уже, что обстановка и внешняя обстановка и у нас внутри России, она не стоит на месте, она меняется с каждым годом. Это отражается на каждом из нас. Что поменялось в мире? Вот что происходит сегодня в мире? Сегодня удивительные вещи, которых раньше не было. Например, сегодня за всю историю, даже во время Второй мировой войны, Соединенные Штаты не печатали столько долларов, сколько они напечатали в 2009 году, чтобы выйти из кризиса. И продолжают это делать. Это первое. Это риск для всего мира. Второе. Еврозона. Еврозона – это что-то типа Советского Союза. Большой риск ее распада есть, который тоже будет неприятно с ними сопровождаться. Внутри России очень много предвыборных обещаний. Они на триллионы рублей, которых нет в бюджете. Значит, если их все выполнить, понятно, что это не из своего кармана, не Путин там, не Зюганов, не из своего кармана вытащат. Они, эти деньги будут печататься. Это тоже угроза тем, у кого уже есть деньги. Это угроза их обесценивания. А после того, как выборы пройдут, понятно, что программа печатания денег запустится. Другой выход. Вот эти все риски, они приводят... Ну, плюс капитализм же теперь у нас. У нас совсем все иначе стало, чем было 20 лет назад. Как они отразятся на каждом из нас? То есть, как мы жили раньше? Как мы жили раньше? Мы жили бедно, но спокойно. Весь мир так жил. Мы работали, эта работа нас кормила. Мы откладывали деньги на черный день. Мы ждали выхода на пенсию. Пенсии хватало, чтобы жить, ну, не скажу безбедно, но с голоду никто не умирал. То есть, вот это вот сочетание накоплений в течение жизни и пенсии, это была наша страховка. Сегодня так не получается, к сожалению. Мы детально об этом чуть позже поговорим и о пенсиях, и о зарплатах, что нас ждет. Но многие люди интуитивно чувствуют, что светлого будущего не будет и пытаются что-то сделать. Что люди обычно пытаются? Ну, самое простое, не доверяют ли рублю, наученные вот этой вот 98-м годом, когда рубль обесценился в 4 раза, наученные 2009-м годом, когда была девальвация за неделю на 20% рубль обесценился. Пытаются люди каким-то образом уйти от валютных рисков. Что делают люди? Покупают доллары. Это же самое простое. Покупают доллары, держат их, процент по ним маленький банк дает. Купили, а доллар почему-то не растет, а то еще и падает. Человек держится, русские ведь не сдаются. Держится, держится, год-два проходит. Говорит, не растет доллар, зеленый друг, он от него избавляется, избавляется дешевле, чем купил. И все, говорит, нет, больше я с валютой не связываюсь. Дальше он пытается что-то понадежнее купить, золото. Купил в банке золотой слиток на все деньги. Золото не растет, денег нет. И вот они ему понадобились. Он приходит в банк, а банк говорит, банкир. Да, мы возьмем у вас слиток, но на 40% дешевле, чем вы у нас покупали. Как это так? А вот у нас надо экспертизу проводить, налог, НДС 18%, 5-е, 10-е. Все, человек говорит, больше никогда думает, что делать дальше. А что остается? Остается ему только ценные бумаги. И вот он покупает акции. Благо сегодня это можно сделать легко. Реклама по телевизору, народное IPO, первоначальное размещение акций. Сбербанк, возможно, кто-то участвовал в НЕШТОРБАНК. Человек покупает акцию Сбербанка, одна акция стоила 100 тысяч рублей. А у него как раз 120 тысяч было таких денег в заначке. Он на 100 тысяч купил. Купил и ждет. Дождался. Наступает 2008 год, и его акция упала со 100 до 17 тысяч рублей. Но человек его продает, чтобы спасти хоть что-то. Другой, может быть, иначе делает. Он более продвинутый. Он не купил, вот Бог его миловал, не купил в кризис. Он дождался, пока кризис пройдет. Убедился, что второй волны не будет. И купил в 2009 году акцию Газпрома. Газпром это наше все. За 180 рублей. И вот он ждет, ждет. 2012 год наступил. Акция Газпрома стоит 180 рублей. Все, человек понимает, что-то не то. Что-то он делает не то. А тут как раз включил телевизор. А ему говорят, слушай, ты зря это делаешь. Ты не разбираешься в акциях. Ты это должен делать через посредников. Через паевые инвестиционные фонды. Доверьте ваши деньги профессионалам. Но человек доверяет. Самый крутой у нас фонд, это компания Финам. Он покупает в 2009 году, я вам рассказывал пример, когда даже обезьяна, на угад кубики, выбирая из 38 кубиков, утроила свой капитал. А человек кладет в фонд, и вдруг за этот год, в конце года, ему говорят, 60% у вас доход. Он говорит, как же так? Это был индексный фонд. Индекс вырос на 200%, а вы мне только 60% посчитали. Ему говорят, ему, Илюха, извини, я тебя сдам. Это твой опыт, я рассказываю, как ты вкладывал в паевый фонд Финама. Ему говорят, вдумайтесь в это, но ведь это же гораздо больше, чем вы получили бы в банке. Да, это больше, чем в банке. Но это 2009 год, это был роскошный год. Даже обезьяна выиграла 200%. То есть человек волосы выдирает и говорит, я больше с этими жуликами не связываюсь, с этими посредниками. Буду что-то делать. И он понимает, что нужно для этого учиться. Заходит в интернет, а там как раз ребята молодые рассказывают, как они миллионерами стали. За считанные годы. 100, 200, 300% годовых зарабатывают. Приходи, мы тебя научим. Тем более бесплатно хотят поделиться. Раз он приходит. А чему там учит? А учат, как играть на бирже. Как играть на бирже. Человек думает, скажу, у меня же денег нет, на что я буду играть? Ему говорят, ничего страшного, мы тебе в долг дадим. Брокер, это посредник биржевой, тебе даст денег в долг. Ну под залог твоей маленькой суммы он даст возможность поиграть на большие деньги. Это называется плечо. Брокер подставит вам плечо. Причем у вас шикарные возможности будут. Вы сможете играть не только, когда акции растут, а когда они падают. Вы берете у брокера не деньги взаймы, а акции берете взаймы под залог ваших денежек, ждете пока акции упадут, станут дешевле, покупаете их и возвращаете к брокеру. Это называется шортить. И вот человек пытается то шортить, то наоборот играть на повышение, а результат один и тот же. Деньги он теряет. Уж вы мне поверьте. Самое плохое, если он их не потеряет, а выиграет. Если ему повезет. Так поступают многие картежные шолеры. Они дают выиграть вначале, чтобы человек почувствовал вкус шальных денег. Все, тогда человек пропал. Он будет заносить на биржу всю полушку, пока его жена не выгонит из дома. Вот почему человек тоже не понимает, в чем дело. Что он попал туда, где только профессионалы выигрывают. 5% выигрывают. Пытается он немножко слушать аналитиков, другие курсы. Заканчивается все одинаково. Абсолютно одинаково заканчивается. Ничего не получается. Его для этого и пригласили. Потому что, что такое биржа? Это что-то типа Зимбабве, где говорят, одна половина населения питается другой половиной населения. Вот такая же свежая кровь нужна там. То есть, все, что на курсах дают, там сложные графики, сложные книжки. Это запудривание мозгов. Чтобы выигрывать на бирже, нужно заниматься только этим. Нужно иметь определенный стальной характер. Нужно учиться несколько лет. Вот тогда вы сможете выигрывать. Я процитирую сейчас известного человека. Это Норберт Виннер, разночальник кибернетики. Вот он по поводу всех этих графиков, сложных формул, сказал просто замечательно. Цитирую. Если я раскрываю книгу по экономике и вижу в ней математические формулы, я эту книгу сразу закрываю. Ясно, что автору просто нечего сказать, и он хочет это скрыть. Все, что выражают формулы, можно сказать и обычными словами. Поэтому, если вы что-то в книжке видите, сложное, ребята, не верьте. Это не для вас книга. Но есть более простые книги. Вот я знаю, что многие из вас читали книги Кирсаки, Баффета, Наполеона Хилла. Значит, вопрос. В тираже этих книг миллионы экземпляров. А сколько миллионеров? Сколько людей стали миллионерами благодаря этим книгам? Очень мало. Очень мало. Вот я не понимал, почему. Я когда Кирсаки прочитал первую книжку, «Бедный папа, богатый папа», для меня это был шок. Я думал, ну все, сейчас вот чего мне не хватало. Вот теперь я буду делать вот так вот. Я буду инвестором, я не буду работать по найму. Значит, как-то не получалось долго. А потом до меня дошло. Дошло благодаря моей работе. Я попал в хорошую компанию сетевого маркетинга. Крутым, там, золотым президентом я не стал. Но там были хорошие психологи и хороший спонсор, который меня обучал. И вот я обратил внимание, вот спонсор мой, Ирина ее звали, я обратил внимание, что она как-то мне, со мной работало меньше, а вот приходит человек безработный, она в него душу вкладывает. Какая-нибудь учительница бедная, она в него душу вкладывает. А мне обидно, я же кандидат наук. Как это так? Ведь у меня же должно лучше получаться. А я смотрю, что у меня хуже получается, чем у этих ребят. И вот я тогда к ней. Она специально не подсказывала мне, почему так происходит. Я к ней говорю, вот что за дела, почему у меня получается хуже. И вот я услышал золотые слова, которые потом я прочитал у Киосаки. Что если что-то не дуплицируется, это ничего не стоит. То есть, какой ответ я получил? Она сказала так. Александр Павлович, вы кандидат наук. Но сетевой бизнес, он требует дуплицирования, он требует повторения определенных действий. Если бы вот этих людей вы привели, вот эту безработную привели вы, вот эту учительницу привели вы, если вы хотите, чтобы они работали так, как вы, им придется стать кандидатами наук. Это невозможно. Нужно, чтобы было просто. Вот если вы попытаетесь следовать советам Киосаки, вслепую, не поняв в чем дело, что мы не в Америке живем, советам Наполеона Хилла и так далее, в теории все это работает, на практике у вас будет какой-то невидимый стоп, потому что у вас нет конкретного инструмента. Все это прекрасно, хорошо. Вот как Киосаки советуют недвижимость складывать. Ребята, у нас нет недвижимости, в которую можно вложить в стране. В Америке недвижимости больше, чем нуждающихся в ней. Там тебе чуть не под нулевой процент ипотечный дадут. Только забирай квартиру, плати за нее налоги, выплачивай процент по кредиту, потому что целая цепочка тянется за недвижимостью. Саметные заводы работают там, металлургия развивается, об этом думают и государства, и частники думают. У нас цены на квартиры растут только по одной причине, за их дефицитом. И покупать друг у друга квартиры, это сложно. Вы будете не инвестором пассивным, а вы риэлтором станете, будете бегать как лошадь, весь в поту искать вот эти вот хорошие сделки. Поэтому просто читать хорошие книжки, ну не получится это превратить в деньги без больших трудов. Еще один соблазн. Это валютный рынок Форекс. Это не биржа. Это внебиржевой рынок, где торгуют валютными парами. Вот скажем, вы видите, что сегодня рубль укрепляется против доллара. И вам показалось, что и дальше так будет. Поэтому вы можете там купить дешевых долларов, причем там тоже плечо. Вы вкладываете доллар, а имеете возможность купить виртуальных 100 долларов и ждете, как они себя поведут. Значит, регулярно выигрывать на Форексе могут только, опять же, суперпрофессионалы. Обычный человек, к сожалению, там проиграет. Что делать? Значит, а как поступают богатые люди на Западе? Давайте посмотрим. То есть мы с вами сейчас, я думаю, вот уже вы поняли, что делать как раньше, когда нужно было искать хорошую, высокооплачиваемую работу, откладывать деньги, ждать выхода на пенсию. Сегодня это не всегда работает. О пенсии немножко позже речь будет. А как на Западе делают? Да очень просто. Даже финансово успешные люди, у которых доход приличный, они все равно деньги все не тратят. Они регулярно сберегают небольшую часть дохода. Обычно 10%. Второе. Грамотно инвестируют эту часть. Грамотно это означает, что не менее 15% в год чистого дохода, абсолютного, сверхинфляции. В течение 10-20 лет создает солидный капитал и его сохраняют. Потом они живут на проценты с этого капитала, когда уже есть от чего отщипывают. То есть мы с вами пока не можем сделать даже первые шаги, потому что вы не знаете, как сберечь небольшую часть дохода. Вот я вижу, что кое-то у кого из вас наоборот долги есть. А тут до получки-то не хватает. А где-то вот эти 10% нужно сберегать. Вы не знаете, как грамотно инвестировать. То есть банковский процент, даже если он сегодня 15% у вас есть, он съедается инфляцией, про которую тоже немножко чуть позже поговорим мы. Особенно для новичков это полезно будет. То есть вот этих даже первых шагов мы не знаем. И получается интересная вещь. Получается интересная вещь. Мы многих, не понимая многих вещей, мы попадаем в так называемую инвестиционную ловушку. Что это такое? А это вот что. Если мы обращаемся с деньгами как раньше, зарабатываем, зарабатываем, и все, и все, и все, и все на сберкнижку, на сберкнижку, на сберкнижку, на депозит. А потом у разбитого корыта оказываемся. Это путь тупиковый. Если мы пытаемся инвестировать, не будучи инвестором, вот все, что до этого я говорил, в золото, в валюту, в акции, в паевые фонды и так далее, мы опять-таки теряем деньги. То есть и так, и так человек обречен. Знаете, на что это похоже? Это похоже на какой-то вирус, что вот что-то у нас в мозгу поселилось и мешает нам быть успешным человеком. То ли мы чего-то не знаем, то ли наоборот то, что мы знаем, это неправильное. И вот нужен какой-то секрет, который бы нам помог излечиться от этого вируса. Вот мы первые шесть вебинаров, включая сегодняшний второй, так и назвали финансовый антивирусник. То есть задача вот этих первых вебинаров это понять, что происходит с нашими деньгами, почему они у нас не преумножаются, а наоборот преуменьшаются. И вот аналогия с вирусом. Сто лет назад американцы жили, продолжительность жизни была в два раза меньше, чем сегодня. Что удалось сделать, что продолжительность жизни удвоилась? Как вы думаете? Благодаря чему? Никаких сложных технологий, никаких нанотехнологий. Простые, две простейшие вещи. Но чтобы до них дойти, понадобилось рождение новой науки, микробиологии. Когда люди узнали, что есть бактерии и вирусы, только два совета людям дали. Это мыть руки, придя с улицы и перед едой. И второе, это изолировать больных людей. Вот эти два совета, они привели к удвоению продолжительности жизни. Вот точно так же у нас с вами задача в ближайших вебинарах, понять, что происходит с нашими деньгами. То есть увидеть эти вирусы, внешние и которые внутри нас, внутри нашей головы. А дальше, зная, что нам мешает и зная, что нам нужно делать, мы это просто сделаем. Это будут инвестиции, но это будут инвестиции не такие, как псевдоинвестиции, о которых мы говорили, спекуляции на бирже, валютные спекуляции и так далее. Хотя мы и с валютой, и с акцией познакомимся. Но это будет немножко другое. Значит, пока для новичков мы немножко повторим. Вот загадка. Если Илья сможет показать картиночку, вот третья, да, она есть в этой презентации. Третья, я сейчас сам ее попробую найти. Так. Вот. Начнем мы с вами с инфляции. Чтобы не было путаницы. Вы, наверное, слышали заявление наших государственных деятелей, какая сегодня инфляция в этом году. 7%. Все предыдущие годы, вот то, что нам говорили с экранов телевизора и в газетах, нам говорили, что инфляция с 2001 года, вот эти вот голубенькие столбики, маленькая, маленькая, в среднем она 13% в год составляла за последние 10 лет. А зарплата повышалась на 20% в год. А пенсия еще чуть больше. То есть, посмотрите, как интересно. Инфляция была 13%, зарплата была на 20%, повышалась, пенсия на 23-24%. Но почему-то при этом у нас не получалось вот разбогатеть. Что происходило? Даже если вы откладывали что-то в банк и получали там 10-15%, получались странные вещи. При официальной инфляции 13% куда-то исчез хлеб по 5 рублей и проезд на автобусе по 5 рублей. Куда-то пропали путевки в Турцию по 300 долларов. В чем дело? Оказывается, вот та инфляция официальная, которая составляла 13% в год, не имеет к нам никакого отношения. Мы с вами, вот вы заходите в магазин, год назад вы заходили в магазин, булка хлеба стоила 20 рублей, сегодня 25. Вы в парикмахерскую заходили, вас там стригли за 150 рублей, сегодня за 200 рублей. Вы лекарство покупали какое-то, стоило оно 150 рублей, сегодня 250 рублей. В метро вы ездили 14 рублей, сегодня 18. В чем дело? Почему цены вот эти вот не имеют отношения никакого к официальной инфляции? Что нас обманывают? Ни в коем случае. Значит, ребята, повышение цен и инфляция – это не одно и то же. Это не одно и то же. Ведь что такое инфляция? Если мы с латыни переведем, это означает вздутие. Это когда появляется избыток денег бумажных. Инфляция бывает только, когда есть бумажные деньги. Пока были золотые деньги, инфляции не было. Появляется избыток бумажных денег, и из-за этого цены возрастают. То есть цена растет от того, что дешевеют деньги. Ведь что такое деньги? Это гирьки для измерения весомости каких-то товаров. И вот эти гирьки ненастоящие. Представьте, что вы зашли на рынок, а там гирьки вместо того, чтобы были железные, они сделаны из сухого льда. И вот они незаметно испаряются, только такой дымочек виден. Они все легче и легче. И в таких гирьках все тяжелее, тяжелеет на другой чаше весов. Вот ваш товар. Вот точно так же бумажные рубли, бумажные доллары, это вот такие гирьки. Так вот, инфляция у нас действительно невысокая. Рубль, валюта достаточно крепкая. Вот обратите внимание, по отношению к доллару, последние 10 лет, как стоило около 30 рублей доллар, так и стоит. То есть вот такой резкой девальвации, как в 1998 году, когда рубль разом обесценился, в 4 раза, в последние годы не происходит. Но цены-то на товары растут, они не имеют отношения. Это не инфляционное повышение цен. Это повышение цен, которые происходят не по причине печатания необеспеченных денег, а по другим причинам. Какие это причины? Ну, в России это монополизм. Скажем, если вы пользуетесь газом, это означает, что вы в руках у Газпрома. Какая цена будет, такая и будет. Если вы покупаете бензин, у вас есть машина, вы будете платить за бензин столько, сколько скажут вам наши нефтяники. А их немного. Это не настоящая конкуренция, это сговор, картельный сговор между ними. И так далее, и так далее. То есть монополизм, либо государственный монополизм, либо монополизм частных фирм. Вот это вот приводит к тому, что цены на продукты, на товары и услуги растут. Причем сильнее всех они растут на самые необходимые товары и услуги. Их называют витальные. Это продукты питания, коммунальные услуги, транспорт и лекарства. Вот на эти вот витальные товары, без которых прожить невозможно, цены растут не на 13% в год, а на 32% в год. Вот эти вот столбики красные, это как раз на этом рисунке, вот это вот, ее называют иногда социальная инфляция. Цены на витальные, от слова витас, жизнь, жизненно необходимые, товары и услуги. Какая же настоящая инфляция? Она у каждого своя. Вот если у вас доход выше 10 тысяч долларов в месяц, то для вас правильные синие столбики. Вы вот эту вот большую инфляцию, 32% вы ее не почувствуете, она вас не коснется. А если вы живете от получки до получки, и у вас все уходит на питание, на квартплату, на транспорт, вот тогда вас как раз касаются вот эти вот высокие, высокие красные столбики, социальная инфляция. Что же получается? Что чем беднее человек, тем меньше у него шансов выбраться из нищеты. Да, если он живет только на зарплату. Потому что зарплата индексируется только пропорционально официальной инфляции. Ну, либо чуть выше. Но ни в коем случае не вот на эти вот 32% в год. Это невозможно. То есть надо обязательно уходить от маленьких доходов. Иначе вы будете увязать в этой яме все глубже и глубже. А что богатым людям инфляция не страшна, вот эта социальная инфляция, она им не страшна, но понимаете в чем дело? Ведь богатый человек, он ведь тоже когда-то что-то может случиться. И обесцениваются его доходы. Вот те банковские 10% в год, которые он получается, они не покрывают даже официальную инфляцию, не говоря уже о социальной. Поэтому инфляция, она пожирает и накопленные доходы, и зарабатываемые. Это очень серьезная вещь. И бороться с ней можно только одним путем. Это заставить ваши деньги работать. Это нужно уходить от бумажных рублей и от банковских вкладов. Я не говорю, что вам не нужны банковские накопления. Обязательно нужны. Но когда вы научитесь вкладывать деньги с умом, у вас далеко не все деньги будут лежать на депозите. Мы обязательно должны уходить от этого невидимого инфляционного налога. Идем дальше с вами. Вот мы с вами говорили об инфляции. Что еще? Какие опасности еще нас поджидают? Еще нас поджидает вот что. Это иллюзии по поводу того, что все будет хорошо. Значит, первое. Все вы когда-то станете пенсионерами. Нас призывают, какую газету не откроешь, какой канал не включишь, нас призывают уже сегодня задуматься о пенсии. Значит, я сейчас покажу вам интересный журнал, солидный журнал, эксперт, который я рекомендую либо выписать, либо брать в библиотеки, либо, на крайний случай, электронную версию в интернете. Вот так он выглядит. Вот это журнал, 23 номер, за июнь прошлого года. Большая часть журнала посвящена пенсиям. Называются эти обзорные статьи пенсии не будет. Значит, и спокойненько авторы детально по косточкам рассматривают, что ожидает нынешних молодых людей. А что получается? В 2011 году на 100 пенсионеров было 120 работающих. Это очень мало. Ртов, больше, ртов по отношению к рукам соотношение нехорошее. Но в 2030 году, когда выйдут на пенсию самое многочисленное поколение, те, что родились в 50-х годах, сравняются эти числа. На 100 работающих будет 100 пенсионеров. Что это означает? Это означает, что достойную пенсию, а достойной считается пенсия, 40% от зарплаты, во всем мире она такая, что на достойную пенсию денег не хватит. Либо придется уменьшать количество ртов за счет увеличения возраста выхода на пенсию. То есть, вот что-то одно из двух нас ждет. Но уже сегодня, то, что касается наших пенсий, мы видим, что не все ладно. Значит, что сегодня плохо? Много жуликов в пенсионных фондах. То есть, много везде Паша Емельевич, деньги большие. Причем, мало того, что даже если там не жульничают, ведь что там творится? Нашими деньгами рискуют. Пенсионные фонды, чтобы переманить к себе пенсионеров, они пытаются инвестировать деньги, сами они делать этого не умеют, они нанимают управляющую компанию. Управляющие компании охотятся за пенсионными деньгами. А как они охотятся в России, я думаю, вы догадываетесь. Они дают откаты управляющим. И управляющие пенсионными фондами отдают ваши будущие пенсионные деньги в управление не самой грамотной, а самой пройдошистой компанией. Вот в прошлом году почти все пенсионные, негосударственные пенсионные фонды сработали в убыток. Они не стали показывать, свели к нулю эти убытки, но реально это был убыток. То есть вот плохое управление, жульничество, повышение количества ртов по отношению к числу рук, вот это вот все приведет к тому, что опять-таки нынешнее поколение молодых людей, а это вы окажетесь у разбитого корыта. Вот как мы тоже пенсии были нероскошные, нельзя было как вот американцы выйдя на пенсию там по миру ездить на легкие пути. То же самое получится здесь. Поэтому не рассчитывайте, что какие-то реформы чего-то изменят. Это не только российская проблема, это проблема американская, у них тоже огромная проблема. Вот на пенсию выходят бэби-бумеры, и где взять эту денег непонятно совершенно. Поэтому нужно заботиться о своих деньгах самому. Не пренебрегать пенсии ни в коем случае, но не поддаваться иллюзии, что вот добрые дяди чего-то там вам обеспечат, дадут. Единственное исключение, это есть хорошие пенсионные программы богатых корпораций, которые заботятся, но они прежде всего о своем начальстве заботятся, но заодно и об остальных трудящихся. Вот если богатые, вот я знаю, в атомной промышленности такие прекрасные программы есть, когда добавляют сами предприятия, добавляют, к примеру, на 1 рубль 3 рубля своих, только чтобы ты в этом пенсионном фоне держал деньги. Там в Газпроме возможно какие-то вещи, там в нефтяных компаниях, это да, но я не думаю, что вы работники этих предприятий, вряд ли вы пришли бы на фебинар, если бы вы работали в нефтянке или в Газпроме. Поэтому выход на пенсию это тоже риск и ожидать, вот наконец-то я буду свободен, наконец-то у меня будет обещанная пенсия, значит лучше, если вы про нее вообще забудете. Как это сделал я в свое время? Я не знал какая у меня пенсия, работал госслужащим 17 лет, а ведь по слухам она большая, но меня она не интересовала. И вот когда я стал увольняться, оказалось, что моя обычная пенсия 9 тысяч рублей, а пенсия по госслужбе 8 тысяч рублей. Я в отделе кадров спросил с меня вычитать хотя бы не будут за годы госслужбы, но это шутка конечно. Но это конечно пенсия нищенская, и чем меньше вы делаете на нее расчет, тем лучше для вас будет. Еще один риск, который поджидает наши деньги, это риск потери работы. Значит, мы сегодня живем при капитализме. Уверяю вас, это лучше социализма. Я захватил социализм. Значит, сегодня я завидую молодым людям, потому что вы не представляете, что это такое, когда 90% вашего успеха зависит от вас самих. Раньше 99% зависело партийный ты или беспартийный, есть у тебя там блат или нет. Причем блат это в самой грубой форме, это знакомый там торговец в магазине, чтобы ты на те рубли, которые получал, зарплата могла быть большая, ты купить ничего не мог, талончики нужны были, чтобы что-то купить. Это страшно было. Очереди на все. Вот сегодня этого нет. Сегодня капитализм. Но у капитализма есть один минус. Экономика не плановая, поэтому капитализм развивается циклично. Вот экономика то хорошо, 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 как у нас было в 2000-е годы, до 2008-го года, потом вдруг раз и кризис. А что такое кризис? Это очень часто потеря работы. Причем в первую очередь сокращает белых воротничков и особенно с высокими зарплатами, на которых легче сократить. дворника не уволишь, уборщицу не уволишь, грязно будет. А менеджеры, пожалуйста, маркетолога, пожалуйста. Поэтому статистика говорит, за 20 лет примерно происходит 4-5 кризисов. Это значит, шансы потерять работу у вас 4-5 раз за 20 лет. А вот шансы найти работу после кризиса будут уменьшаться с возрастом. сегодня возраст это самый главный фактор для того, чтобы найти хорошую работу. Ни глубокие знания, ни компетенция, ни опыт в конкретной области не имеют значения. Ну, если вы учитель, врач, инженер, не пьющий, квалифицированный рабочий, там даже в 60 лет вас возьмут на работу. А если вы кто-то там значит белый воротничок, ну, к сожалению, ничего не получится. То есть шансы мизерные. Вспомнил анекдот на эту тему, когда мужик на работу устраивался и дошел до графы пьете или не пьете. Что написать не знает. Напишу пью не возьмут, напишу не пью проверят снова не возьмут. Вот он написал пью, но с отвращением. Вот проблема. Значит, если вы теряете работу и после этого год на пособие живете, мужчина за год деградирует. Он после этого уже начинает думать не о том, как найти другую работу, а о том, как ухитриться вот так, на халяву еще пожить. У женщины этот процесс занимает полтора года. То есть это страшно, ребята. Поэтому к потере работы нужно быть готовым и лучше иметь запасной вариант всегда, даже если вам работа нравится. Тем более, если она вам нравится. Потому что если вам работа нравится, это значит, она хорошая. Это значит, на нее куча других более молодых претендентов будет. Я понимаю, сегодня в моде вот искать работу по душе вот тот же самый знаменитый Насим Талеб, который написал книгу вероятности прекрасную книгу понятие черный лебедь в нее вел. У него есть шикарный афоризм в этой книге. Он говорит, между водой и льдом нет промежуточного состояния, а между жизнью и смертью есть работа по найму. Вот у многих из вас она вызывает отвращение, вот работать на дядю. И человек пытается уйти от этого, открывает свой бизнес, но он не понимает, что это еще сложнее, что это еще большая каторга, если ты по жизни, по душе не бизнесмен. Поэтому, если у вас есть источник дохода, ни в коем случае не нужно его бросать. Вот картинку вы видели, как богатые люди на Западе зарабатывают. У них есть источник дохода, они 10% от него отстегивают, дают вырасти этому капиталу и только тогда уходят с работы и живут на эти деньги. То есть, не стремитесь уходить в профессиональные спекулянты, в профессиональные игроки на рынке Форекс, в профессиональные бизнесмены, если вы не попробовали где-то, имея запасной аэродром. Потому что это страшно. К этому часто призывают, вот особенно в агрессивных компаниях сетевого маркетинга. А, чего ты там на 10 тысяч живешь? Приходи к нам, у нас миллионы зарабатывают, и у тебя получится. Вот у меня же получается, и у тебя получится. Значит, не факт, что получится. Поэтому здесь есть ну, как бы две новости. Плохая новость, вот какая, это ваши деньги обесценятся. И быстро. Вторая, зарабатывать и копить глупо, просто копить. Третья, пенсии не будет. Четвертая, если вы потеряете работу, найти новую все труднее. А хорошая новость, главным становится умение управлять деньгами. То есть, если раньше была такая поговорка «деньги идут к деньгам», то сегодня деньги идут не к деньгам, наоборот, у кого много денег, но он не знает, что с ними делать, он их будет терять. А сегодня деньги идут к тому человеку, кто умеет их приумножать без риска потери капитала. Это вот предварительные выводы. Но возникает вопрос, а как быть, если, понятно, к чему мы подходим. Мы подходим к необходимости инвестировать, то есть, вкладывать наши деньги с умом. А как быть, если инвестировать нечего? Если у вас ноль, что сделать? Значит, первое самое, давайте уточним понятие богатства, нищета и бедность. Измеряется это не рублями и не долларами. Богатством считается вот что. Если вы вдруг теряете источник дохода, на сколько лет хватит вам денег, которые у вас есть, чтобы прожить на том же уровне жизненном, который был прежде? То есть, в годах или в месяцах или в днях жизни у половины россиян ноль запасы. То есть, если они теряют источник дохода, это крах. Это плохо. У американцев еще хуже. Если американец теряет работу, он оказывается в минусе, потому что он в долгах, как в шелках. То есть, это может вызвать удивление, но многие небогатые россияне на самом деле богаче американцев, у которого есть машина, у которого есть дом, который ездит в отпуск, за границу летает каждый год, на Багамские острова и так далее. То есть, богатство это годы жизни. Хорошо. Другое понятие бедность и нищета. Значит, бедность это когда у вас вот этого запаса нет, а нищета это когда у вас есть долги. Вот Майкл Джексон он умер нищим. Формально он считался мультимиллионером, реально долги его превышали его накопление. То есть, богатство это вовсе не та сумма, которую вы зарабатываете, а та, которая остается после того, как вы вычтите ваши траты. Вот это вот дельта. То есть, дело не в доходе. Дело именно в отношении к деньгам. Если вы лихо тратите деньги, вы никогда богатым не станете. Вот в одной умной книжке я прочитал притчу. Ну, старинная такая притча. жил такой али-баба и ставил он своим детям наследство небольшое. А дети у него были водоносами. То есть, тогда не было транспорта, водичку носили кувшинами. И вот младший брат, он купил на это наследство коня, купил сбрую, халат, купил саблю шикарную и стал богатым. Стал он богатым, все его уважали, всех он угощал. Но прошло несколько лет, сабля поржавелась, халат износился, сбруя тоже потускнела и стал он бедным и опять пошел водоносом. А брат его, что сделал брат, его брата тоже звали баба, как и отца. Он купил мельницу, значит, ему шли деньги, малый бизнес открыл. Он на эти денежки потом открыл пекарню, потом чайханул, денег было все больше, потом он открыл караван-сарай, потом завел ослика, он говорил всем, что коня я пока не могу себе позволить купить. Завел ослика, потом свой караван у него появился, вот он настроил рейс и после этого купил коня, сбрую, саблю и устроил пир. Значит, во дворец пригласил всех, кроме брата. Отпраздновали, а на следующий день он пригласил одного брата, потому что он понимал, что брату будет тоскливо на этом пиршестве. Вот брат пришел, посмотрел на дворец и спрашивает Алибабу, откуда эти деньги, как ты мог, где ты их взял, да как, наследство, но это не же, столько же было наследства. И вот здесь вот произнес Алибаба ту фразу, ради которой я вам рассказал эту старинную историю. Он сказал, ты хотел выглядеть как богатым, а я хотел стать богатым и стал им. То есть вот ничего не поменялось. Большинство русских хотят выглядеть как богатым, ну вместо коня там автомашина взятая в кредит. Именно выглядеть, а не стать как богатым. Поэтому проблем вот этих 10% это не проблема нехватки денег, а проблема, как правило, а куда уходят те деньги, которые вы зарабатываете. И вот, уверяю вас, у нас будет специальный следующий вебинар, по-моему, следующий, это где взять стартовый капитан. Вы увидите какая-то огромная черная дыра, куда уходит не 10 на самом деле, а 15% дохода. Проводили эксперимент, и люди не могли вспомнить, куда они потратили 15% денег, которые заработали в течение месяца. Вот вы увидите эти потери, и вы получите технологию, как их устранить без шока, не ужимая ни себя, ни свою семью, ни в чем. То есть, вот это вот разница между бедными, богатыми и нищими. Так что, не такие уж мы, не такие уж мы бедные. Значит, сразу же хочу приземлить один вопрос. Вот вам может показаться, что я призываю экономить и копить. Ни в коем случае. Экономить ради экономии и копить ваши деньги будет откусывать инфляция. Вот те самые красные столбики социальной инфляции. Делать этого нельзя. Деньги нам, стартовый капитал, нам понадобятся для того, чтобы, дождавшись подходящего момента, их вложить, инвестировать в подходящий актив. Вот для чего. То есть, это не просто деньги будут, а это капитал. То, что раньше называлось с капиталом, сегодня это называется активом. Кто Киосаки читал, знает, что такое актив. То есть, это инструмент инвестиции, который, если он будет приносить нам доход, это будет наш актив. Вот и еще одна задача, для чего нам нужен стартовый капитал. Вы перестроите свои мозги. Вы поймете, что нельзя тратить все, что зарабатываешь. Инвестор обязательно у него на первом месте стволить эту цепочку, что делают богатые люди. Сначала откладывают 10%, остальное тратят. А если поменяем места, сами сначала будем тратить, то обычно тратится 100%, а то и 150%. После чего, конечно, откладывать уже будет некогда. Но для тех, кто первый раз на семинаре, я повторю, что огромное значение для того, станет человек успешным инвестором или нет, имеет генетика. Имеет генетика и воспитание в самом раннем возрасте, до 4 лет. полвека назад был знаменитый Стэнфордский эксперимент, когда, но описано это в одной книжечке, которая называется «Не набрасывайтесь на мармелад». Я всю историю расскажу, чтобы легче вы восприняли. Значит, водитель везет своего шефа и так делать нечего, он между делом поинтересовался, а как это так? Вроде мы люди, две руки, две ноги, одна голова у каждого из нас, но вот вы руководите крупной корпорацией, а я кручу баранку. В чем отличие между нами? И ему бизнесмен рассказал, рассказал о Стэнфордском эксперименте, который полвека назад проводили. Очень простой эксперимент. Детей 4-х лет рассаживали по комнатам. Экспериментатор приносил им блюдечко, на блюдечко лежала мармеладка. И он всем детям говорил, вот я сейчас выйду на 15 минут, потом вернусь, если ты не съешь мармеладку, я тебе еще одну дам. Через 15 минут он приходил, некоторые дети съедали, не выдерживали, некоторые оставляли. После этого за этими детьми наблюдали 40 лет. Результаты были потрясающие. Вот те дети, которые съели мармелад, никем не стали. Середнички. Ничего, никто. Те дети, которые удержались, почти все добились успеха в жизни. Вот водитель послушал эту байку и после этого стал кое-что менять в жизни своей, стал ставить цели там, следить за расходами и так далее, и так далее. То есть, это либо генетика, либо воспитание до 4 лет, когда включается глубинное отдело нашего мозга, которое обычно мы ими даже не управляем, мы даже не понимаем, почему мы вдруг сделали тот, тот, тот или тот. работа. То есть, вот над чем нам с вами предстоит работать. Но прежде чем мы с вами приступим к следующему семинару, я хочу пояснить, почему 10%, почему не 20%, почему не 5%, почему от дохода 10%, потому что это золотая цифра. С одной стороны, это вы не будете чувствовать себя ущербным, вы не заметите такое, это не ущемит вас в ваших расходах. А с другой стороны, эта цифра приведет к тому, что вы, этап разгона не будет слишком долгим для того, чтобы выйти на уровень приращения капитала соизмеримой с вашим основным доходом. То есть, вот что это такое, почему 10% надо. А вопрос, а почему большинство не откладывает? Почему, вот вроде бы, очевидные вещи откладывай и, ну, хотя бы не инвестируй, но хотя бы просто откладывай. Большинство ведь этого не делает. Большинство бедные водоносы, как брат Алибабе. Опять же, детство, опять же, генетика. Вот посмотрите, пожалуйста, как богатые люди живут. Один из самых богатых людей планеты, Сорос, знаменитый спекулянт, не ездит на лимузине с водителем. Такси, автобус, трамвай, пешочком. Уоррин Баффет, человек номер два по богатству в мире, величайший инвестор. Сорос был спекулянт, а это инвестор. Значит, случай реальный, описывают свидетели. Ехал в лифте, вдруг заметил одноцентную монетку. На полу лежит. Нагнулся, не смущаясь, соседи, на него с изумлением все смотрят, и говорят, начало следующего миллиарда. Я своими глазами был в Соединенных Штатах. Мы, как ни странно, я знал, где в Вашингтоне магазин, где продают монеты старинные, а американец, это был заместитель министра атомной энергетики Соединенных Штатов. Не знал. И вот я его проводил в этот магазин, и вот на полу лежали 10 центов. Я глазом моргнуть не успел, как он нагнулся, схватил эту монеточку, в кошелек ее положил. То есть, вот что это такое. Есть такая сеть магазинов Икея. Так вот, президент Ингмар Кампрат, президент этой сети магазинов, он не в своем доме живет, а в квартире. То есть, посмотрите, пожалуйста, наши люди, у которых вечно не хватает денег, им нужно купить автомашину. Да не абы какую, а чтобы круче, чем у соседа. Ездить-то по большому счету некуда, пробки кругом. Но вот надо, вспомним брата Алибабы, коня, сбрую, чтобы, ну, не у всех ездить, так ведь? То есть, доказательство, что жизнь прожита не зря. Поэтому вот сейчас вы как богатырь перед камнем. То есть, либо у вас в ноле будете вечно, а может быть даже и долги, либо вы будете зарабатывать кучу денег, которая будет таять из-за инфляции, либо вы будете создавать актив, наращивать ваш капитал, который постепенно позволит вам отщипывать от него. Это будет независимый источник дохода. Независимый от работодателя, независимый от кризисов, да ни от чего независимый. То есть, вот сейчас вы на распуке. Если вы все-таки решитесь стать инвестором, то у вас будет проблема, стартовый капитал. Вот я подвожу вас к следующему вебинару. Стартовый капитал. Вопрос такой, а почему все-таки большинство людей тратит все деньги? Вот мне интересно узнать ваше мнение, поэтому я дождусь ваших ответов в чате, а потом мы проанализируем их. Итак, почему мы тратим все, что зарабатываем? За очень-очень редким исключением. Подсказка. К тому есть две очень серьезных причины. Вот какие это, на ваш взгляд? Давайте подождем. Я пока посмотрю. Может быть. А, у вас уже идет общение. Замечательно. Замечательно. Вводит текст, вот Алена сказала, сначала платят себе, потом всем богатые. Значит, пожалуйста, пусть эта фраза вас не вводит в заблуждение. Они платят себе, они увлажают себя. Это разные вещи. Они платят для того, чтобы эти деньги могли тоже работать. Наталья. Потому что никто не научил. Никто не научил откладывать, да? В детстве никто не научил. Но вообще-то можно было и дойти своим умом, что надо бы что-то иметь на черный день. Ведь мы все взрослые люди, есть вещи, которым не надо учить, они очевидны. Желание у человека безграничное, хочется всего и сразу. Тоже верно. Так. В психологии людей, воспитании люди просто не знают о возможностях инвестирования. Близко-близко к истине. И вот еще Алена вводит текст. Нет знаний. семья нашла 10% куда тратиться. В год их уже не тратим. Ну куда их девать не понятно. Алена, замечательно, что у вас уже эта проблема решена. Потому что обычно многих людей сдерживает именно вот этот вот нулевой, нулевая дельта. Отсутствие разницы между доходами и расходами. Вы знаете, вот во времена моего детства была обратная проблема. Родители, ну не родители, у меня отца не было, мать и бабушка, они наоборот старались что-то скопить на черный день. Вот все эти деньги пропали. Когда перестройка была, вот в 91-м году все эти деньги сгорели. Когда Советский Союз разделился. Но это была болезнь. Вот черный день, черный день, копили, копили, копили. Но это были необеспеченные бумажки. Их необеспеченность проявлялась либо дефицитом, купить ничего нельзя, либо резким обесцениванием в 91-м году. Это тоже не есть хорошо. То есть нужно обязательно не просто откладывать, а откладывать для последующих инвестиций. То есть не накопление, это не сама цель, а это как семенной фонд. То есть грамотный фермер, он не проедает, не продает все зерно, а откладывает те же самые 10%. Но если он просто в амбаре забудет про эти зерна, они сгниют. Через пару лет эти семена уже не взойдут. Поэтому обязательно это как часть инвестиций не нужны. А вот почему сейчас мы прочитаем еще один ответ, а после этого я отвечу, почему это. Помог бюджетный калькулятор в айфоне мужа. Ужаснулись, что 15% вот-вот-вот-вот-вот. 15% ни на что ушли, просто жалко стало. Замечательно. Вот Лариса еще вводит текст. Сейчас подождем, что введет Лариса, а потом два слова я еще скажу, и потом у нас будет общение. на самом-то деле, вот тому, что мы тратим все деньги, есть две очень серьезные причины, но они не лежат на поверхности. Вот вы вокруг, так, взрывчики были вокруг, но точно в мишень никто не попал. Вот я сейчас назову эти причины, сейчас все-таки дождемся, что Лариса вводит. ...чинство людей еще на показ живут. Вот, наконец так, это Алена. Это Алена. Большинство людей еще на показ живут и под действием рекламы. Значит, попадание в точку один из ответов. Значит, есть две тому причины. Есть причина внутренняя и причина внешняя. Вот я начну с внутренней. Дело в том, что наше подсознание, оно точно такое же, каким оно было у первобутного человека. И наше подсознание не воспринимает деньги, как что-то ценное. Оно воспринимает их как бумажки. То есть, у могта мы понимаем, что это бумажки, это ценность, что это наоборот возможность купить любой товар в будущем, а подсознание не воспринимает. Вот Фрейд в свое время сказал, счастье есть отсроченное исполнение инфантильного желания. Инфантильного, то есть желания младенца. А деньги не могут быть желанием младенца. Поэтому вот миллиард, скажем, возьмите вы, и миллион долларов, миллиардер не счастливее в тысячу раз, чем миллионер. Уверяю вас. Поэтому вот это вот то, что мы не воспринимаем подсознательно деньги, как внутреннюю какую-то ценность, она приводит к тому, что мы с ними легко расстаемся. А если запрети, у человека возникает стресс-лешение. Ведь когда вот, мы говорим о шапоголике, когда опасно шапоголизм возрастает, когда жизнь пустая, отношения с мужем не складываются, что-то там с бизнесом не... Ну побалую себя, куплю вот что-то там в детстве как вот баловали, обновку какую-то покупали, бантик новый. Мужчинам легче, они там могут реальную жизнь подменить рыбалкой, там коллекционированием, тоже маленький праздник себе устраивать. То есть ключевое слово здесь это слово новый. Мы покупаем не нужный нам товар, а новый. Все время новый, новый, новый. Это наше подсознание. Подсознание младенца. Хочется все время новую игрушку. Вот. В России еще серьезнее вот люди моего возраста небогатые люди отрываются за то, что раньше упустили. Плюс российский менталитет, это вообще-то мы сами о себе такие байки складываем, что широкая русская душа, да нет ли широкой русской души. Это желание продемонстрировать широту на первом месте. Знаете, поговорка такая есть. Русский понт тверже американского доллара. Ну и страх. Страх, что тебя назовут крохобором. Вот я всегда вспоминаю случай, когда нам ремонт делал мастер Юрий. И вот он заканчивал нам ремонт. Я смотрю, он приуныл. Я говорю, ты чего грустишь? Он говорит, ну вот, Палыч, у тебя я закончил, у меня заказов нет больше. Я говорю, как нет? Ну вот тут одна супружеская пара есть, они купили убитую квартиру, но они колеблются. Вот что им делать? То ли отремонтировать квартиру, то ли свадьбу сделать. Ну через пару дней вопрос разрешился. Юра пришел еще более грустный, они выбрали свадьбу. То есть это вот русский менталитет. То есть поколение потребителей. Вот. И еще есть внешнее воздействие. Вот правильно, совершенно Алена сказала. Вот как мы совершаем покупки? Что вы приходите домой, садитесь и думаете, с завтрашнего дня я начну курить сигареты Кент. А с послезавтра я начну пить пиво Клинское. Значит, ничего подобного. Решение принимаете не вы. За вас уже приняли решение. Вот 80% товаров, которые сегодня производятся, не нужны людям, но они покупаются. Потому что они производятся, а производятся потому что их покупают. Потому что за нашими деньгами идет профессиональная охота. Причем мы даже не понимаем, что происходит. Вот я по себе всегда улыбаюсь, вспоминаю случай, который был со мной, сейчас скажу, когда? В 96-м году. В 96-м году, когда уже все было. Уже был капитализм, уже дефицит исчез. А я прихожу домой, то мыло 20 кусков куплю, то носков хлопчатобумажных 5 пар куплю. Вот так придешь домой, ну а жена спрашивает с какой-нибудь коробкой, придешь, что носки опять? Да не, это бумага туалетная. А потом мне интересно стало, а почему я именно сегодня купил это мыло? Вот вчера я проходил мимо этого киоска, цена была та же самая на мыло, вчера я не купил, а купил сегодня. И вот я стал наблюдать, вы знаете, я открыл секрет. Оказывается, вот все такие покупки, все, я делал в те дни, а это 96-й год был выбранный год. Вот когда рейтинг Зюганова по телевизору показывали высокий, у меня где-то подсознание щелкало возврат в Советский Союз, когда по талону все это было. Я тут же бежал и вот такими огромными упаковками все это покупал. Вот точно так же большинство людей делает. То есть за нашими деньгами идет профессиональная охота. Значит, я никого не хочу обидеть из присутствующих, возможно, среди вас есть люди этих профессий. Вот маркетологи, мерчендайзеры, знаете, что такое мерчендайзерка? Ой, наконец-то я выговорил это слово. Мерчендайзеры. Вот вы в магазин заходите за хлебом, ага, лежит он прямо рядом с кассой, ждет вас. Как же? Рядом с кассой будут лежать вещи, которые вам абсолютно не нужны, но которые нужно продать. Поэтому хлеб будет в самом дальнем углу магазина. Вот эта выкладка, она не абы как, это целая наука, как ее выкладывают. Или вот, скажем, есть такое слово портворк. Вы его даже и не слышали. А знаете, что это такое? Кто сегодня главный убийца вашего кошелька? Уже не магазин. Сегодня главный грабитель это газетный киоск. То есть, вот вы подходите к газетному киоску, а там даже уже не глянцевый журнал, там вас ждет книжка, почти бесплатная книжка в какой-то серии. Такая красочная обложка, автор интересный. А оказывается, что это оказывается какая-нибудь компания, ну, например, газета, аргументы и факты, открывает акцию. Все самые популярные романы издается в определенной серии. Первая книжка вообще бесплатно дается подписчикам. И за полцены всем остальным. Но раз вы купили первую, вам же и вторую захочется. Это же синдром коллекционера. И вот вы ходите и покупаете. А там смотришь другие коллекции, скажем, насекомые. Или камни. Или еще что-то. И по странной случайности самое ценное, самое красивое это первое и второе. А дальше все. Коготок увяз всей птички пропас. Вам ведь не пришло бы в голову каждую неделю или каждый месяц заходить за новой книжкой в книжный магазин. Вы сто лет там не были. А мимо газетного киоска вы не пройдете. И вот эти партворки, парт это часть, частичная работа переводится. Это шикарное маркетинговое решение. Чтобы заманить, приручить человека. После этого он уже как близкому знаком будет идти. Есть грубый маркетинг. Вот зашли вы с сыном в магазин. Только отвернулись. Сын куда-то пропал. Вдруг подбегает радостный полиэтиленовый мешочек. Там водичка и там рыбка плавает. Папа, теперь эта рыбка будет жить у нас. А тут же к рыбке аквариуму продается и корм для рыбки. То есть вот это вот маркетинг. Но самый страшный маркетинг это когда культивируется буржуазный подход к жизни. Вот эта вот убойная фраза «Ведь ты этого достойна». Она разорила немало семей. Если у тебя зарплата 20 тысяч рублей, ты достойна расходовать 18 тысяч рублей. Все, что больше, это путь в никуда. Особенно, если это кредиты. Посмотрите, какие машины покупают люди. Внедорожники. Это я из Америки, зараза, пошла. Я когда был в командировке, посмотрел, что такое Вашингтон. Сплошные внедорожники. Прекрасные, уверяю вас, дороги в Вашингтоне. И ни одна машина на обочину не съездила, не съехала. И по оврагам не поехала. Все по дороге ездят, и бензин жуют. Ну, правда, это было до кризиса. То есть это опять пыль пустить в глаза. Это опять мода. То есть настоящие буржуины так себя не ведут. Вспомните Уорина Баффета, вспомните Кампрада, вспомните Сороса, как они себя скромно ведут. То же самое замминистра энергетики в Соединенных Штатах, который поднял 10 тысяч рублей джинсы и кроссовки. Это не Европа. То есть повседневная такая одежда, чтобы ему было удобно. А у нас вот нынешняя цивилизация, она подростковая. То есть все время как детьми нами манипулируют. Ну, вот выводы какие по сегодняшнему вебинару. То есть главное отличие бедного человека и так, секундочку. Бедного человека и успешного это не количество денег, а как они их тратят. Бедный человек, он видит только одну сторону, покупательную силу денег. Это вот как бедный крестьянин. Для чего он сажает урожай? Это для него мука. Мука это хлеб. Хлеб это кушать. Все, больше он ни о чем не думает. А богатый фермер это урожай. Урожай, значит нужен семенной фонд. Значит надо снова, надо чтобы больше урожай. Можно часть продавать, можно расширять бизнес. Вот точно так же богатый человек, он видит вторую сторону денег. Это чтобы они работали сами на себя, приумножали себя. Вот это вот видит успешный человек. И один из путей стать успешным человеком это инвестирование. Финансовое инвестирование. Мы с вами прямыми инвестициями не будем заниматься. То есть бизнесом мы не будем. Мы пассивные инвесторы. Не так я сказал. У нас будет пассивный доход. То есть при минимуме нашего участия. Мы будем вкладывать деньги в чужой бизнес, какие-то активы. Но часть нашего дохода мы будем обязаны откладывать. Вот конечно вы узнали. И что? И у вас дела теперь пойдут успешно? Нет, ребята. У нас с вами нужно понять одно. Что вас поджидает большой риск, о котором вы даже не подозреваете. Это неправильно устроенные наши мозги. Они были правильными для социализма. Они были правильными для первобытного человека. Но они не годятся совершенно для того, чтобы приумножать деньги. Поэтому у нас будет еще один из следующих вебинаров. Он посвящен психологии инвесторов. Вот на мой взгляд вот этот вебинар будет важнейшим. То есть вы поймете, что происходит внутри головы. Потому что мозги обычного человека совершенно не годятся для того, чтобы приумножить доход. Вот сейчас мы с вами разберем ваше прошлое домашнее задание. А практическое задание вот по этому вебинару оно будет похоже на предыдущее. Опять-таки представьте, что вам выдали зарплату вперед за 5 лет, но теперь у вас задача разделить ее на две части. Четко. 90% чтобы прожить, учитывая, что социальная инфляция будет 30% в год. То есть цены будут расти на 30% в год. И вот эти вот 10%, которые вы отделите, во что бы вы вложили, куда бы вы делили эти части? 90% в жизнь и 10% вот это вот. Просьба такая, максимально подробнее. То есть вашу реальную зарплату за 5 лет вперед и попробуйте ее, допустим, вы согласились. Вот при вашем сегодняшнем уровне знаний, что бы вы стали делать с этими деньгами? А сейчас вопросы и ваши ответы, я жду с нетерпением, по домашнему заданию, вот по этой части домашнего задания за прошлый вебинар. Итак, Ага, вот Алена говорит, переболели синдромом заманухи. Всем желанию, если не того же. Да, я вспоминаю, одну из своих слушательниц рассказывал про нее, которая кучу грантов имела, это вот по Свердловской области, которые для мелких бизнесменов давались, и не имела денег, все расходила, как в трубу вылетала. И вот она, когда семинар прослушивала, она говорит, господи, я теперь кайф ловлю, когда я могу эти деньги сохранить. У меня, говорит, не забиты антресоли всеми этими безделушками. Так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Могу заранее предсказать, что сегодняшнее задание для большинства из вас окажется очень трудновыполнимым. Это не мудрено. Вы увидите, что денег вам не хватит. Но все же попробуйте. Так. Вопрос. Александр Павлович, скажите, пожалуйста, какой прок от сложных процентов, если капитализация на сегодняшний день ежемесячная в большинстве в уральских филиалах банка, значит, да, капитализация ежемесячная и это нормально. Это нормально. Раз в месяц капитализация, вот если Илья нам покажет рисуночек при ежемесячной капитализации, если она... Я понял, что вы имеете в виду. Дело в том, что сложные проценты, те, которые вы имеете в банке, это не настоящие проценты. Они не потому плохо, что ежемесячные. Мы с вами инвестировать будем вообще раз в год. Там еще реже. Плохо то, что в банке они маленькие. Они всегда не превышают, редко-редко превышают официальную инфляцию и никогда не достигают социальной. Вот что плохо. Вложение в банки это вовсе не инвестиции. Это амбар для вашего семенного фонда. Это временное хранилище для ваших денег. Вы просто ждете подходящего момента, чтобы их вложить во что-то. Потому что вовсе не всегда, вот скажем, сегодня я не считаю подходящим моментом вкладывать в золото. Тем более все деньги. Вы дождетесь момента, когда это можно без риска вложить. Вот и все. Вот для этого нужны деньги. Банковские проценты это не настоящий сложный процент. Да, там сложный процент, но он маленький. Так, 10 лет миллион рублей. Так, а вопроса не понял. Я вам больше скажу. Вот если вы 1 доллар в день откладываете, 1 доллар в день, но при этом каждый день у вас капитализация идет, но маленькая, за год она состоит всего 20%. Итак, 20% в год капитализация, но настоящая, сверхинфляции, то есть абсолютная доходность вашего доллара, 20% годовых, всего в год, то через 32 года ваш доллар в день, а это пачка сигарет, превратится в миллион долларов. вот что такое сложный процент. И я попробую вытащить слайд из, так, сейчас скажу из какого, из шестого вебинара, где рост по закону сложных процентов, при ежемесячной и при годовой капитализации. это не страшно, что она редкая, не такая уж большая там разница, важен ее процент. Вот инвестором может называть себя человек, так, 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 инвестором может называть себя человек, у которого доход, вот эти самые сложные проценты, 15% годовых, сверх официальной инфляции. Вот сегодня официальная инфляция 7%, значит 22%, если вы найдете, сможете добиться, вы успешный инвестор. Уоррен Баффет 30% годовых зарабатывал многие годы. Если вам кто-то скажет, что он гарантирует вам доходность 100% годовых каждый год, не верьте. Помните, мы на прошлом вебинаре говорили, 100% год это геометрическая прогрессия с коэффициентом 2. Это ваш капитал удваивается каждый год. Сегодня у вас рубль, через год 2 рубля, еще через год 4, еще через год 8, через 10 лет 1000 рублей. Ваш рубль за 10 лет превращается в 1000 рублей. А если вы вложили в 1000 рублей, она через 10 лет будет миллионом. А еще через 10 лет будет миллиардом. А еще через 5 лет вы станете богаче всех олигархов. Даже Уоррена Баффета и Билла Гейтса. То есть 25 лет и ваша 1000 рублей превратилась во многие миллиарды. Чушь полная. Этого не может быть. Поэтому когда вам говорят, что гарантируют 100% доход регулярно каждый год, это уже жулики. А что показать? Показать, если у нас два рисунка, это рост по закону сложных процентов, это рисунок 8А, при капитализации, из старой презентации, при капитализации ежемесячной и ежегодной. Под этим номером два рисунка. Они не очень отличаются, но рост приличный. То есть, когда процент сложный, у вас кривая, уже не прямая линия, когда вы просто рублик к рублик укладете, а кривая линия, которая все круче, с годами забирается вверх. И то, что капитализация ежемесячная, это не страшно. Так, я не вижу по домашнему заданию. Или, значит, вы слентяйничали все, или не успели. Тогда у вас как раз вот еще неделя есть. Потому что, ну, меньше недели, мы в следующий понедельник с вами повстречаемся. Но отнеситесь к заданию всерьез, вот к этому второму варианту. Как вы распределили бы деньги? Пусть это будет неправильно, пусть не получится, но надо, чтобы вы убедились, что не получается, что не имея инструментов при умножении денег, ни в коем случае нельзя соглашаться на получение зарплаты вперед на 5 лет. Любые ваши сегодняшние хотелки, они будут либо рискованными, как в тех примерах, что я описывал со спекуляциями, с куском золота, со слитком, либо они будут малодоходные, как с банковским депозитом. Лариса, мыслей нет пока. Но это тоже хорошо, хорошо, что вы отдаете отчет от себя, что вы не бросаетесь на обоум лазеря. Нет, не тот рисунок. Не тот рисунок, это линия на графике. Это... Ладно, не надо. Дойдем мы до этого вебинара своим чередом. Увидите вы, какая бывает инфляция. Алена вводит текст. Как раз у нас еще 6 минут, 7 минут до конца нашего времени. Продолжение следует... Так, Алена. Вы можете потом продать ее с прибылью. Но пока у вас инструментов в руках нет. Это правильный ответ. Сегодня при вашем уровне знания вы не инвесторы. Поэтому сегодня нужно отказываться от, казалось бы, заманчивого предложения. Взять и получить всю зарплату за 5 лет вперед. Это правильный ответ. Никак, это правильный ответ. Но вот эти попытки немножечко раскидать деньги, они зря не пропали. Вы просто убедились, что другого пути нет. Вот в такой ситуации оказываются многие люди вот в городе, где я живу, в Новоуральске, сейчас идет реструктуризация, так называемая, и многие люди высвобождаются. Им дают, ну, огромное, вот по нашим понятиям, выходное пособие, скажем, 500 тысяч рублей. Но при этом они теряют работу. И у многих людей есть иллюзия, что они положат эти 500 тысяч рублей в банк и будут жить на проценты. Ведь что такое проценты с 500 тысяч? 10% от 500 тысяч, это 50 тысяч в год. Это 4 тысячи в месяц с хвостиком. Плюс пенсии, к примеру, там 13 тысяч. Вот 13 до 4 тысячи, это хорошо. А у других людей миллион дают. Это уже не 4, а 8 тысяч. И человек плюсует, вот пенсию у меня 12, да 8 вот эти вот, ой, 20 тысяч я проживу. А вот эти, он не понимает, что пенсия это хороший доход, потому что она индексируется. А вот этот вот доход процентный, банковский, он не хороший. Потому что с каждым годом это все менее ценные рубли. Вы можете снимать вот эти вот 8%, оставлять, это называется, тело депозита. Вот тот миллион, который у вас лежит на банковском счете, а вы только проценты снимаете. Вот это миллион все более обесценивающихся рублей. Это доход номинальный, вы имеете в виду. Рубли обесцениваются. И на эти жалкие 8 тысяч вы через 5 лет вообще ничего не купите. Поэтому банковский депозит это только временное хранилище для наших денег. Копить глупо сегодня, бессмысленно на депозите. Но инвестору наличные, или как называют стекулянты, кэш, кэш, деньги нужны. Это как семенной фонд. Мы их не проедаем, мы их в землю высаживаем. Так, ну если вопросов нет, мы с вами прощаемся до следующего вебинара. И все-таки ваши попытки показать, как вы пытались распределить денежки, очень желательно было увидеть всем. Это полезно не только вам. Все. Благодарю вас за внимание. Сейчас еще дождемся одного текста. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok